Скоро-скоро Минск заволочет дым от пиротехнических изделий, то тут-то там будут вспышки фейерверков, слышится хруст упаковок от подарков. В общем, уже предвкушаем предновогоднюю атмосферу, нужно с этим делом как-то быть повнимательнее, аккуратненько, осторожно. Мы, во-первых, детям показываем пример, ну и сами остаемся в живых и все остальное прочее. Поэтому мы поддерживаем наших друзей, я имею в виду МЧС, Минско-городское управление, и вместе с ними ратуем за то, чтобы Новый год был безопасным. Такая акция как раз проходит и в республике, и в нашей столице с целью предупреждения травм и несчастных случаев при неосторожном обращении с пиротехникой. Поэтому напоминает МЧС перед подготовкой к зимним праздникам. Устанавливайте елку подальше от отопительных приборов, я пролюпую, скостную, натуральную, и подальше от эвакуационных выходов. Используйте источивые подставки, электрические гирлянды только заводского изготовления, и пусть у вас будет безопасный Новый год Рождества. Мы приготовили вам подарки вместе с МЧС. Я прошу вашего внимания, мобильного телефона и небольшой эрудиции. Сейчас через буквально минутку задам вам вопрос на 9-2-4-0, буду ждать ответ. А перед этим зачитаю весь список музыкантов, которые исполняют свои композиции на протяжении ближайших 52-х. Ну, почти уже минут. Так, это будут Крис Норман, это будут Роуз Тату, Тирекс, Лаос, Ян Гиллан, Зизи Топ, Поэтс и Порнстар, Спенсер и Дэвис Групп, Тотт и Джулиан Коуп. Завершающий час программы «Привет...» Ой, программы «С любовью о Минске». Что это, я уже с вами прощаюсь. Сейчас, ну что ж, переходим тогда к моему вопросу и вашему внимательному ответу. «С любовью о Минске». Вопрос с приготовленным мною и Минским городским управлением МЧС «С любовью». Вам нужно будет выбрать из трех вариантов ответа. Я хочу, чтобы вы назвали страну, в которой отмечается праздник последнего дня в году «Хогменай». Вот так, наверное, правильно, да? Он идет два дня, соответственно, последний день уходящего и первый следующего. Обычно там тоже любят развлекаться с огнем, оперотехникой, то есть всякие файер-шоу, фейерверки, сожжение, факельное шествие. Это традиция уже давным-давно. Еще одна из традиций – посещение друзей и соседей. И особенно внимательно относится к тому, кто первым переступит порог в Новый год. Вот это здорово. А этот человек обязательно приносит подарок, причем символически, ничего-то там мега супер. Соль можно, уголь, песочное печенье, какой-нибудь напиток, фруктовый кекс. А вот эти подарки, по поверью в этой стране, сулят определенный вид удачи в наступающем году. Итак, это в какой стране отмечается? Хогмане или хогмани, там, если уже аналог какой-то в русском языке, то есть более удобопроизносимый. Греция, Индия, Шотландия. Три варианта, один из них верный. 924-0, наш короткий номер, уже готов принимать ваши правильные ответы. Напомню, что тот человек, который первым правильно ответит, выйдем мы вместе в эфир, и вам нужно будет ответить на еще один вопрос с уточнениями. Ну, на кону сумка фирменная, брендированная, от Минского городского управления МЧС, дорожная такая, большая. И стакан для смузи, для сока того же, для содовой. 924-0, в какой из стран отмечается хогмани, хогмане, вот так? Греция, Индия, Шотландия. Казалось бы, какое отношение хогмана имеет к нам? Но наши люди, вот как-то чувствуя какую-то всеобщую связь всех времен и народов, устраивают тоже разные шоу, ну, я такие самодельные, с пиротехникой. Поэтому, чтобы предупредить всяких сожжений ненужных и фаер-шоу неуместных, мы вместе с Минским отделением, управлением МЧС, городским, решили вот такую акцию организовать в нашем эфире. Итак, сейчас наша Алена. Алена, где вы? Я же вам только что позвонила. Алена, вы меня слышите? Тот человек, который первым правильно ответил. Я жду вашего звонка на 211-30-24. Алло, Ален, вы? Алло. О, вернулись, ура. Так, что-то сорвалось. Сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник. А я отойду от него. Да хорошо, ну, ненадолго, только лишь на время нашего общения. Да-да-да. Да. Алена первая правильно ответила на наш вопрос. Давайте тем людям, которые думали, что это Индия, либо Греция, подтвердим, что это на самом деле... Шотландия. Вы знали наверняка, слышали об этом празднике? Нет, к сожалению, нет. Я думала, если честно, у меня был совершенно другой вариант. Это я бы даже собиралась его отправить. Не дожидаясь подсказок, но хорошо, что я этого не сделала. И потом просто пошла по исключению. Как-то методом исключения я на шаплане остановилась. Да, именно она. Ну что, а теперь давайте перейдем к нашему вопросу суперфинала. Вы вообще любите пиротехнику? Нет. Я как бы могу на нее посмотреть, но с безопасного расстояния и против того, чтобы кто-то из моих близких использовал. То есть у вас в компании обычно не зажигают петарды? Нет. А бенгальские? Бенгальские огни были в прошлом году, но были какие-то неудачные. И с тех пор дома мы их не зажигаем, потому что это чуть не привело к нежелательным последствиям. Поэтому сейчас мы зажигаем только на улице. Ну, вообще, это известный факт, что нужно покупать в местах, где есть сертификат. Могут предоставить и срок годности, показать это обязательно. Ну, да, это как бы с тех пор стало правилом приобретения бенгальских огней. Ой, слушайте, значит, как раз вот есть вопрос у меня для вас. Потому что были в такой ситуации. Ну, и если вдруг решите снова как-то пиротехникой сдобрить ваш праздник, нужно мне, чтобы вы обязательно знали, что делать, если пиротехническое изделие не сработало или отработало не полностью. Ваши действия. Я зачитываю четыре варианта ответов. Вы выбирайте один единственный верный. Вариант первый. Попытаюсь поджечь фитиль еще раз. Вариант второй. Уйду вообще. Третий. Попрошу кого-нибудь проверить пиротехническое изделие. И четвертый. Не буду подходить к таким пиротехническим изделиям в течение 15 минут. После, убедившись, что нет дыма или возгорания, помещу изделие в воду на срок не менее двух часов, а после этого выброшу их с бытовым мусором. Ну, что думаете? Мне кажется, наиболее правильный последний вариант. Последний вариант. Совершенно верно. Самый длинный, но это в целях нашей безопасности. То есть никогда не нужно не наклоняться над ним, да? Да. Если вдруг запускайте на вытянутой руке, после розжига оставить место установки на безопасное расстояние не менее 30 метров, и помните, что только на открытых площадках можно только взрослыми и только вдали от жилых массивов. Ну и нашим людям действительно стоит запомнить, что если вдруг не сработало, нужно 15 минут оставить. А то побегут, наклониться или там, друга иди проверь, поджечь еще раз, ни в коем случае. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Вы, Алена, теперь знаете, что делать, и наши слушатели, надеюсь, запомнят. Ну и вам за сообразительность стакан для смузи и дорожная сумка с логотипами МЧС. Спасибо большое. За эфиром расскажу вам, как забрать подарки.